Перед работой Ирина торопится зайти в управляющую компанию. Боится, что ей инструментов не достанется. Прямо у дверей встречает мастер. Успокаивает. Лопаты и грабли есть для каждого. Можно у меня получить грабли? Можно, конечно. А мне еще надо. В этом никому не отказывают. Главное, чтобы пришли. Водить чистоту можно у дома. А еще будет и общая площадка – городской парк. Закуплена краска у нас, закуплена специальная побелка для деревьев, кисточки, перчатки, мешки для мусора, инвентарь. Это грабли, лопаты. Всего организованы пункты выдачи в каждом РЭО у нас. Готовят к уборке и технику. На базе озеленителей ее порядка 20 единиц. Есть трактора, пылесосы, мини-погрузчики. Сегодня проходит экспресс-ТО. В день субботника все должны быть в исправном состоянии. Здесь же готовят новый инструмент. Про запас, как говорится. Эти лопаты и грабли тоже отправят в управляющие компании. Если вдруг того, что уже отвезли, не хватит. Кроме того, доставят на предприятие в школы и детские сады. Туда, где на субботник выйдут всем коллективом. И, конечно же, мне хотелось бы, чтобы у нас на территории города уборкой занимались не только коммунальщики, хотя, безусловно, мы, конечно, с этой задачей справимся, но мне бы хотелось, чтобы к этой работе были привлечены максимальное количество людей. Это, конечно же, наши городские предприятия, это промышленные предприятия, предприятия торговли бытового обслуживания населения, наши, конечно же, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, чтобы 18 апреля стало для нашего города праздником. Такие объявления теперь везде. А во дворах, на инфостендах и на центральных улицах на них четко про время и место субботника. 18 апреля в 9 утра всех ждут на городской площадке в парке. После работы там же организуют концерт. Книги только из типографии. Бумага еще пахнет краской и хрустит. Реутовчанин Андрей Мозеров впервые держит в руках свое произведение. Автор не может поверить, что топы и стряпа обрели, так сказать, форму. Андрей не профессиональный писатель. В обычной жизни он страховщик. Идея написать детскую книжку возникла давно. Правда, сначала появились рисунки и только потом рассказы. Возникла такая идея. Рисовать персонажей веселых для детей. Как-то развлечь. Нарисовали зайца, суслика, некоторых лесных жителей наших отечественных. И затем как-то так спонтанно придумывали идеи о них. Ну, собственно, для того, чтобы развлечься. Так появились зайцы, суслик, топы и стряпа. Главные персонажи сказки. Сборник рассказов Андрей написал за месяц. Каждое произведение – отдельная история о жизни волшебного леса. Там зайцы ходят в пиджаках, а суслики в кепках. Кстати, все иллюстрации в книге авторские. И главное, отмечает писатель, добрые. Нынешние сказки или мультики – это в основном какой-то экшен, где особой, как скажем, морали нет. Здесь мы попытались рассказать о добре, о зле, о том, как надо помогать друг другу жить сообща одним коллективом. Вдохновила на творчество молодого автора семья. Дочка была в числе первых читателей, и жена подсказывала сюжет. Она же, кстати, занимается распространением книги и еще рекламой в соцсетях. Мое сейчас участие непосредственно организаторское, скажем так. То есть я нашла типографию через знакомых, общалась непосредственно с издателем. Потом осуществляла процесс изготовления книги, то есть контролировала все это. Напечатали книгу небольшим тиражом – 300 штук. Первые экземпляры разошлись по знакомым и родственникам. Остальные распространяют через интернет. Автор готовит и продолжение книги. Тем более, что маленькие читатели ждут историй о приключениях топы и стряпы. Эта парковка стала традиционным местом встречи байкеров. В этом году мотосезон открыли на три недели раньше. Погода позволяет, да и соскучится все успели. Реутовчане из клуба «Блэксмитс» тоже здесь. Они являются организаторами заезда. Здесь еще и знакомые, и друзья, вольники. Соответственно, всех обзвонили, кто желающий есть, кто, соответственно, может с нами прокатиться. Сегодняшний маршрут из железнодорожного в Реутов – около 20 километров. Колонна из 30 байкеров. Все едут организованно, никто никого не обгоняет. Настроение отличное. А вот и финальная точка – городская администрация. После таких совместных заездов эмоции переполняет. Среди байкеров не только мужчины, но и девушки. Это свобода какая-то, скорость. Это, не знаю, ну я как-то, наверное, расслабляюсь и какой-то адреналин получаю. То есть вот по жизни мне что-то не хватает, и я всегда пытаюсь где-то найти его. В этот раз я поняла, что мотоцикл – это мое. Сезон открыт. Теперь байкеры готовятся к 9 мая. В преддверии Дня Победы мотоциклисты планируют провести пробег по местам боевой славы Подмосковья. Одним из первых в студию эффективных тренировок приехал Алексей Папин. Многократный чемпион мира по кикбоксингу. Много слышал о системе Fit&Go. Сегодня решил испытать технологию будущего на себе. Добро пожаловать в Fit&Go. У нас студия эффективных тренировок. Наши тренировки занимают всего 20 минут, что равноценно 2-3 часам тренировок в фитнес-зале. Спортсмен облачается в специальный костюм со встроенными электродами. На них поступает сигнал, который раздражает мышцы. Они начинают работать, как при физических нагрузках. Становимся в стойку и начинаем работать прямыми ударами. Главные плюсы заключаются в том, что помимо короткой тренировки, люди не тратят лишнего времени, нет никакой дополнительной нагрузки на суставы, на позвоночник. И не успевает сильно утомиться нервная система. За счет чего люди быстро восстанавливаются после нагрузки. В этом костюме можно тренироваться как в спарринге, так и вести бой с тенью. Метод Fit&Go заставляет работать мышцы в десятки раз интенсивнее. Ощущения отличные. Ну, что-то новое. Что-то новое всегда интересно. Как-то довольно-таки своеобразно, непривычно. Когда ты, в принципе, у тебя нет никаких отягощений, вроде грузиков каких-то на руках, на ногах, жилета, как обычно проходит тренировка, допустим, на физическую какую-то нагрузку. В тот же момент мышцы всегда становятся напряженные. Даже после тренировки в умном костюме мышцы продолжают работать, а обмен веществ остается очень активным в течение двух дней. Такие занятия подходят для любого возраста, а эффект чувствуется уже после первого месяца. Также мы предлагаем разовые тренировки. Тренировки на 8, 12, 24, 50 занятий. Также у нас есть сплит-тренировки, если вдруг захотите заниматься с друзьями, с подругой, с женой, с ребенком и так далее. Студия эффективных тренировок Fit&Go предлагает целый спектр бонусных карт и абонементов. Приобрести их можно уже сейчас, ведь пляжный сезон начнется через пару месяцев. Сегодня днем около восьми тепла, облачно, солнце, скорее всего, не выглянет, обещают синоптики. Ветер юго-западный около шести метров в секунду. К вечеру температура опустится до плюс четырех, ночью до минус одного. Это данные сайта Яндекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова